Кассета 8 Загробная участь грешников О человек, приникни твоим умом и сердцем к мысли о таинственной посмертной судьбе твоей, к мысли об указанных адских мучениях, которые, конечно, смущает дух твой при воспоминании о той страшной поре бытия нераскаянных грешников. А приникнув, ты, конечно, отбросишь неосновательные боязни ада. Отбросишь, зная, что ад не есть что-либо внешнее для нечестивого, но его внутреннее, благоприобретенное достояние, составляющее одно целое с самым его организмом, а потому не могущее оставить его нигде ни на одну минуту, пойдет ли он на небо. Или в преисподнюю, или еще куда. Дела человека по Писании идут вслед его. Вместо напрасной боязни ада ты должен всеми силами стараться возбудить в себе страх и ненависть к греху и всем делам, запечатленным его печатью. Должен говорим потому, что сказанного нами тебе должен быть основательно понятен после сказанного смысл нравственных требований Слова Божия, вроде таких. Или не знаете, что неправедные царствие Божие не наследует. Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни сквернители, ни малаки, ни мужеложники, ни лихаимцы, ни воры, ни пьяницы, ни досадители, ни хищники. И царствие Божие не наследует. Или дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, соблазны, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так в царствие Божие не наследуют. Теперь тебе понятно, о человек, что эти божественные наставления не требования своевольного господина, но насущная потребность твоей природы. В ней заключается неотразимое побуждение для тебя отвращаться от скверных дел и прилипаться к Господу. Противный образ действий возжжет в тебе адский неугасающий огонь, пробудит и воспитает неусыпающего червя. «Кто чем согрешает в этой жизни, данной тебе, для приготовления к жизни и будущей, тем и будет мучиться». Премудрость Соломона 11.17 Приложение Доказательство вечности мучений Еще в книгах Весхозаветнего Писания нередко упоминается о вечной муке. Злой не без мучения будет сказано в притчах Соломоновых. По словам пророка Исаия, огонь грешников не угаснет, то есть вечно будет пылающим. Пророк Даниил говорит о стыдении вечным для одних людей и противоположном состоянии других, полагает вечную жизнь. То и другое он предвещает после воскресения мертвых. В Новом Завете впервые проповедал о вечной муке притечи Христов. Он поставляет перед нами на этот раз такую картину. Когда жатва хлеба окончится, пшеница будет сложена в житнице и гумно очистится. Тогда решают дело и с плевелами, и с мекиной. Мекину собирает в кучу, и как ни к чему негодный материал сожигает огнем. Мекины — это и есть нераскаянные грешники, которых судья сожжет огнем неугасающим. Сам премилосердный пастырь Христос неоднократно говорил о Баде, о гиенне огненной, о пищи огненной, о тьме кромешной. По его учению, будущая казнь грешникам решительно не имеет в себе предела. Так, когда он внушает нам предусматривать и преодолевать опасные соблазны, то в одной этой речи много раз повторяют слова, где черевь их грешников не умирает и огонь не угасает. Не особенно ли это настойчивость его проповеди? Всего же яснее он проповедовал о вечной муке за несколько дней до страданий своих, когда пророчески описал последние события мира. Изображая страшный суд, он сначала назвал вечным адский огонь. Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный! А потом и горение в этом огне признал вечным, и пойдут сие в муку вечную. Идут без сомнения, означает такое действие, которого как бы уже совершается. Но хоть страшные шаги гиене грешников еще далеки от нас, может быть, последуют еще через тысячу лет после этого, однако же пределы Иисусом Христом и тысяча лет перед Христом, как день вчерашних. Как богочеловек, он и видел ясно то время, когда грешники с места судилища двинутся в ад. Таким образом, речь его в настоящем случае особенно положительна. Тут нет никакого условия. А поэтому, кто бы и как бы ни толковал изречение его об огне вечном и муке вечной, остается несомненной та истина, что будут вечные огонь и вечная мука, что не одни духи злых будут гореть в том огне духи злые, но и некоторые из людей. Не существует вечная мука для всех людей, но это совершенная правда. Но непременно она должна быть для некоторых, потому что Божие решение о ней уже состоялось и не изменится. Хоть ни один из тех, до кого это решение относится, не пострадает как-либо случайно по злосчастью, по неизбежной судьбе, но сам один будет причиной своей погибели. Какие же это несчастные люди? Теперь мы не можем указать, кроме немногих, например, будущего Антихриста, Нерона, гонителя христиан и других. Апостолы Христову также проповедовали о вечной муке. Погибель вечной грешникам предсказывает и строгий Петр, и терпеливейший Павел, и полной любви к ближнему Иоанн Богослов. Из Писаний приведем хоть слова последнего апокалипсиса. Дым мучений их во веки веков восходит. Там, так говорит апостол Богослов о грешниках, и именно из числа людей. Казалось бы, довольно было привести в ужас душу и одним этим словом во веки, но он прибавляет веков. Что же остается сказать против этой точности? Понимать во веки веков не в смысле вечного и бесконечного времени, а в значении только нескольких столетий, как ныне словом век означает сто лет, нельзя и потому, что в той же своей Богодухновенной книге апостол еще употребляет те же слова, но везде он выражает ими несомненную бесконечность времени, например, что Бог вечно существует, что вечно будет продолжаться Царство Христово. Святые толкователи, писания, отцы, учителя Церкви, все они иначе принимали учение Слова Божия об участи нераскаянных грешников на том свете, как в смысле бесконечной муки их. Один из древних церковных писателей, весьма знаменитый своей ученостью и трудами на пользу Церкви, некто Ориген, допустил было такую мысль, что после некоторого времени мучения грешников, мучения грешникова окончатся. Но Святая Церковь признала его учение ложным и в целом Вселенском Соборе Пятом осудила его. Много размышлял и беседовал о вечном осуждении грешников, особенно Ефрем Сирин. Затем о муке вечной говорили святые мученики на местах своей казни. Значит, высказывали свое убеждение в ней в такие часы, когда говорить ложь, и не им только, но и другому, кому было бы страшно говорить, и когда при том с ними пребывали особенная благодать Божия, и которая, сколько укрепляла их дух и тело в муках, столько же и просвещала их ум истинною. Так священномученик Поликарп на угрозу мучителя сжечь его на костре отвечал проповеди о вечном огне, в котором будут гореть подобные мучители и злодеи. Пусть и после этих доказательств еще иные будут отвергать вечную муку. Пусть сделают те и другие умные и неразумные возражения против настоящего догмата веры. Пусть насмешкой говорят, разве кто возвращался с того света? Пусть шутят над адом и огнем адским, называя все эти верования одних простолюдинов и сами хвалясь какой-то неустрашимостью. Но истина, которая столько раз и в столь ясных словах проповедана в Слове Божием и изъяснена Святыми Отцами, остается непреложной истиной. Она ничего не потеряет от неправильных толкований, разных смягчений, от острот и шуток. За это то самое, то есть, что некоторые не верят ей и таким образом без всякого страха Божия проводят земную жизнь здешнюю и постигнет неверующих вечный огонь. Другие нарочито отдаляют от себя мысль об аде, чтобы совсем не беспокоить себя. Но это значит повторять ропот нечистых духов, которые говорили к Иисусу Христу в бесноватом «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Это значит тем скорее дойти до вечного беспокойства, потому что тот только менее и грешит каждый день, кто предполагает о каждом своем дне, что это может быть последний день в его жизни, что затем настанут для него суд и вечность. Третий хоть и не уклоняется от размышлений о будущей участи грешника, но таят в душе свои сожаления, что Бог слишком правосуден. Так и жена Лотова хоть боялась Содомского пламени, но еще не всем сердцем отверглась Содома, еще сердце ее стремилось к Содому, и за это самое превратилось в соляной столб. Нет, дорогой читатель, мы должны здесь обратить свое сожаление только на то, что нераскаянностью-то своей навлекаем на себя вечный гнев Божий. изображение ада и будущих мучений в нем грешника. Представьте себе самую широкую обрывистую пропасть. Представьте ее с таким глубоким дном, что и ничего не может быть глубже, что им немыслимо выйти из нее. Или представьте себе самой огромной величины горящую печью, которая вместо стен кругом мыли бы высочайшие горы. Еще ближе сказать, вообразите себе целое озеро, только наполненное не водой, а огнем. Из этого огненного озера пламень со страшным рем вздевается клубами в воздух. Таков и будет ад. Таково будет помещение для грешников после нынешних палат, или, положим, и бедных хижин, но таких, где также каждый почти день шумно веселились, проводили жизнь в разурате. Бога не боялись, и человеков не срамились. На это место Бог пошлет, как бы капли дождя, вечный огонь. Огонь тут надо понимать в буквальном смысле. Толкование, будто это будет мука для одной совести, называемая по причине невыносимой боли огнем, ни на чем не основанной, противно Слову Божию. Адский огонь будет тонкий и несветлый, впрочем, дыма от него не будет, только затемнять пропасти, чтобы грешники не могли видеть друг друга. Что же до его силы и действия, то он будет еще сильнее нынешнего. Но, сожигая до костей, он не отнимет у человека сознание и чувств, чего с радостью пожелали бы грешники, утопающие в бездне его. Когда ныне с кем бывает страшный жар, например, во время сильной горячки, тогда человек в бреду еще неясно ощущает свою боль. Если даже кто попадет и в самый огонь, как во время пожара, то несчастный бьется, кричит и стонет, только в начале, или же при медленном действии на него огня, а затем ничего уже не помнит. Грешник же, мучимый в огне адском, сохранит все свои чувства телесные и душевные. Оттого страдания его будут ужасны. Каждым своим чувством, как бы особо, он будет страдать. Так глазами своими он будет видеть и других подобных себе грешников, у которых в лице отчаяние, на глазах слезы, ушами будет непрестанно слышать и собственные стоны, и зубной скрежет других. Какой поднимут плач, говорит Кирилл Александрийский, какой вопли, рыдание, ведомые на горькие вечные мучения. Как будут стонать, бить все и терзать все. А бонянием своим грешник будет чувствовать зловоние от составных частей адского огня, например, жупелы или горячей серы. А сезанием будет он ощущать только жгучую силу огня. Тело его со всех сторон будет объято и, так сказать, облито огнем. Ибо я стражду в пламени всем сказано о богаче. И что еще? Огонь будет проникать до самых внутренностей его. Как человека, утонувшего в реке, окружает и теснит отовсюду вода. Вода давит его снаружи. Вода же наполняет его внутренность. Так и в Аде грешник весь будет проникнуть противоположной стихией огнем. Разница будет здесь только так, что совсем утонувший в воде не чувствует давление на него воды. А грешник будет вполне чувствовать опаляющий его огонь. От силы огня все члены у него как бы будут трещать, жилы подвернутся стягиванию. Мучительным для осязания грешника будет и червь неусыпающая. Это опять будет не угрызение только совести, но действительный червь, который будет постоянно укалывать грешника. Среди огненного пламени червь будет чернеться на огромном пространстве. Будет волноваться, как вода во время бури. Наружный вид его тоже будет отвратителен. Гнойна площадь зрелища, жар невыносимый, червь смраден и зловонен. Скажу опять словами одного из святых отцов, Кирилла Александрийского. Наконец и чувство вкуса у грешников не останется без мучительной боли. Вкусом своим он будет испытывать отвратительную горечь от адского огня и вместе с тем нестерпимую жажду, так как огонь, опаляющий его снаружи, будет и для внутренности его как бы пищей. Пошли лазаря, да омочит конец перста своего и устудит язык мой. Слезно просил из преисподней Авраама богач. Будет грешник чувствовать вкусом своим и яд аспидов под устами своими. Может быть за то, что недостойно причащался тело и крови Христовой. Что грешник сохранит чувство души, видно из слов Спасителя. Убойтесь же более могущего и душу, и тело погубить в гиене. Если погубляется в гиене не только тело, но и душа, значит, душа там останется живой и сознательною. Значит, будет припоминать, мыслить и чувствовать. Да, в одном и том же вечном времени соединится для грешника действительная жизнь и прошедшим, и настоящим, и будущим временем, чтобы приблизительно представить себе, что он будет чувствовать там, душевными способностями. Допустим, его разговор в аде с самим собою, или, предположим, будущее его воспоминания, будто произносимое вслух. Обратим прежнее внимание на прошедшее его время. Так, например, безбожник, вспомнив свою жизнь, скажет себе, «Еще и намеренно я подавлял в себе религиозные убеждения. Истины веры сами в себе говорили моей душе, но я искал таких книг и таких людей, которые бы убедили меня в противном, то есть, что будто нет Бога и будущей жизни. Теперь же я вижу, что есть Бог. Не хотел я знать Его добровольно, теперь познаю Его невольно. Теперь самым делом я убеждаюсь в безумии прежних моих рассуждений. Например, будто душа ничего не значит, будто человек только материя, или состав плоти и крови, которые навсегда разрушаются с его смертью». Еще. «Как многих я заразил своим вольномыслием и неверием, как бесстрашно ходил в церковь, в которую между тем другие входили с благоговением, как презирал священников, смеялся над всякой святыней и таким образом безумно лишал сам себя спасительной благодати. Упорный раскольник припомнит себе, сколькими увещаниями пренебрег я, не хотел верить и самым очевидным доказательствам православной истины, отверг и перед самой смертью исповеди святое пресвящение, которое предлагали мне принять мои близкие, но от которых отклоняли меня наставники по расколу. Был я призываем в церковь, как ковчег Ноев, но вместо законных священников захотел лучше слушать таких же невежд, или, по крайней мере, мирских людей, как и я сам. И вот теперь я учтился за спасительным ковчегом, утопаю в потоке огненном. Идолопоклонник вспомнит о бездушных истуканах, которым поклонялся вместо Бога. Вспомнит и сребролюбец о своих деньгах и имуществе, которое теперь также полагает себе вместо Бога, почему и называется идолопоклонником. Свостолюбец, который в этой жизни веселился во все дни светло, смотрит на эту жизнь, как только на срок для того, чтобы наслаждаться всевозможным образом. Там почувствует на самом деле силу священного текста. Плоти, кровь, царствие Божие не наследуют. Он спросит сам себя, где эти пиры с музыкой, где повседневные вечера для ненужного отдыха, с игрой в карты, с бегством от своей семьи, где те, которые гостили у меня в столь великом довольстве, что и обливались вином, где женская красота. Упорный гордец вспомнит, сколько от его гордости, которую теперь он проявляет различной и властолюбием, и недоступностью, и раздражительностью, и чистолюбием, и призрительным обхождением с другими. Вспомнит, сколько же от его сатанинской гордости пострадали другие. В настоящее время он минуты не хочет послушать, когда кто думает пробудить в нем совесть, начнет высказывать ему правду, прямо или только в скромных выражениях, он бежит от правдивой речи и затворяет за собой дверь, так что и нет возможности когда-либо передать ему истину, вывести его из заблуждения. Но там он будет связан по рукам и ногам, там уже по неволе выслушает все обличения от своей совести. Богохульник вспомнит, как он небрежно и дерзко употреблял имя Божие в разговорах, письме и напрасной божбе, как даже сквернословил имя Божие, а оставшись по благотерпению Божию не пораженным в ту же минуту, как называл своим ангелом женское лицо, которому имел нечистую любовь и с которым даже жил развратно. Клятвы преступнику придут на память его многие присяги, которые он без всякого страха принимал и с сознанием нарушал, еще его обеты перед Богом и уверения других, в чем именем Божиим, которых и не думал исполнять. Богохульник вспомнит все случаи, когда обращал в шутку и смех церковные службы, святые иконы и священнослужители, не почитающие воскресных день и праздников, приведут себя на память, как в то время, когда добрые христиане спешили в церковь, а они напротив отправлялись на полевые работы или еще хуже, собирались в домы пира и разврата, как под праздничные дни, будто на расчеты составляли у себя пение и лики, а то собирались все в одном доме в клуб для веселья, как и все праздничное время проводили только в разгуле. Эти же люди вспомнят, как кроме двух-трех дней говения, которые выполняли только по обычаю, ни разу в продолжении всего года не бывали в церкви, как встав утром и отходя ко сну вечером, каждый раз и не подумали помолиться Господу Богу. Нарушители постов припомнят себе мясо и вина, которыми присыщали свое чрево, между тем, как другие, даже и слабее их силами, оставались на сухоедении или совсем не помышляли о пище, например, великий пяток. Хулители Духа Святого, выражавшие свою хулу, например, тем, что не признавали святых мощей и чудес, которые, может быть, совершались перед их глазами, уверятся, что хула на Духа Святого не отпускается и в будущем веке. Непокорные дети припомнят, как своими грубыми словами, своим противлением и развратной жизнью заставляли родителей своих скорбеть и плакать об них. Но тяжело будет и самим родителям вспомнить, как они явно соблазняли своих детей беззаконной жизнью, как не старались воспитать детей в страхе Божием, а таким образом и их привели вместе с собой на место сие мучения. Вспомнит на том свете священник о своей благодати и скажет, сколько раз я отпускал другим грехи, а себе не заслужил прощения. Чем высшее блаженство в раю должен бы я получить, тем теперь ниже мое падение во глубины ада. Тяжелы будут воспоминания для начальников, которые ни в чем не соблюдали справедливости, действуя по-видимому на законном основании. На самом же деле они не полагали для себя никаких законов, кроме собственного взгляда и произвола, требуя себе от других только беспрекословного послушания и ничего не предоставляя свободе и правам ближнего. Сами же нисколько не покорялись ни Евангелию, ни правилам Святой Церкви. Горько им будет вспомнить, как они людям, достойным, состоящим под их властью и влиянием, завидовали и по зависти не давали даже вздохнуть свободно, а недостойных христицов награждали и возвышали. Так как они были сильными, то за свои злоупотребления и сильнее истязаны будут. Примудрость Соломона 6.6. Сколь ужасны будут воспоминания самоубийц, которые вольны были погубить свои души, легко и самовластно распорядились со своей жизнью, но они в силах будут прекратить свои мучения в Аде, новым самоубийством. С каким ужасом припомнят свои преступления и прочие убийства, особенно те, которые подняли убийственные свои руки на самих родителей, или пролили кровь священника, или же мучили собственных жен и детей, как некогда гонители за Христа, или еще лишали жизни беременных и младенцев. Страшны будут воспоминания ненавистников, досадителей, жестоких богачей, соблазнителей, вообще всех тех, которые убивали ближнего медленно, телесной или душевно-нравственной смертью. Сознание этих людей предстанут все слезы, которые от их жестокости пролили невинные. И они тем сильнее будут плакать, чем более слез от них самих пролили в этой жизни другие. Блудники и прелюбодеев вспомнят на том свете, как они смеялись над целомудрием других, как с ранних лет оскверняли себя блудом, как соблазняли к тому же многих невинных, как расторгали законные супружества своими преступными связями, как обольщали вдов, как имели наложниц или наложников до самой старости, и даже умирая, не хотели прекратить постыдной связи, как доходили до таких грехов плотской страсти, что срамной есть и глаголочь. Вспомнят, что они не удерживались от своей страсти даже в великие светлые праздники, строжайшие посты и постные дни. При этом им придут на память скверные слова и столь же скверные песни, их музыка и театральные представления, от которых изнеживалась их душа и воспоменялось воображение. Смрад от адского огня тем более будет чувствовать эти-то люди. Грабители и вору припомнятся их грабежи и кражи, равно как самые вещи, которые они приобрели и которыми пользовались неправедно. Страшно будет вспомнить поджигателям об их поджогах, потому что эти злодеи оставили без крова и богатых, и бедных, престарелых и младенцев. Из-за их злобы добрые христиане лишились храмов божиих, и, может быть, некоторые погибли в огне. Страшным образом будет опалять их-то самих огонь адский. Ленивые припомнят свои таланты, которые зарыли в земле. Огненный пламень, как бич какой, будет уязвлять их за леность. К леветнику придут на память его напрасные подозрения на других, его пересуды, его злой язык, от которого погибли многие, его лживые доносы и показания, самая уклончивость от защиты человека правого и невинного. Вообще, всегдашнее благоволение его только к неправде и лжи. Завистник вспомнит, как он злорадовался неудачам ближнего, сколько раз останавливал по своей зависти добрые начинания других, а сам, между тем, ничего полезного не предпринимал. Как желал один бы обладать всем, как распыхался своим сердцем, когда видел ум, достоинства и успехи другого, и как после этого мстил этому человеку, сам не зная за что. Сколько своими кознями и завистливым преследованием отнял он у других спокойных ночей, здоровья и лет жизни. За это самое и будет он на том свете сильно снидаться от своей совести и как бы выть, подобно тому, как воет одуревший пес. Вот вам примеры, как грешники в будущей жизни будут вспоминать свое прошедшее. Но уже ли, скажет, из-за один какой-либо грех человек подвергется вечной муке? Например, уже ли досадители вечно будет мучиться? Досадители. В том-то и беда, что одна страсть в человеке всегда достигнет развития в высшей степени. Редко бывает без других страстей и грехов. Скажем, например, о тех же досадителях. Под именем их, разумеется, люди злоречивые и ругатели, а также должны быть понимаемы те, которые делают в чем-либо препятствие другим и вообще нарушают доброе спокойствие ближнего. Но не следует ли еще предположить в этих людях какие-либо тяжкие грехи, по связи с которыми они досаждают другим? Да, в них, например, много гордости. Сокрушу досаждение гордыни вашей сказано. Сердце у них злое, они не щадят ближнего, и на раз и в болезни его. В них нет страха Божия, потому что они часто не уважают и священного места, где делают досаду другим. Вот сколько эти люди соединяют с главным своим пороком иных пороков. Еще замечу о будущих воспоминаниях грешника. Приводя себе на память здешнюю нечестивую жизнь, они увидят, что их греховные удовольствия не всегда ему доставались легко, но часто были соединяемы с суетой, болезнями, трудностями и даже страданиями своего рода. Что же будет последствием всех этих воспоминаний? Что от них останется грешникам? Раскаяние. Самое мучительное. Грешники сознают свою вину, не будут обвинять кого-либо другого в своей погибели, увидят, что ключи от Царства Небеса находились в их собственных руках. Особенно же горько им будет сознание, что они давно-давно слышали об Аде и вечных мучениях, но не верили ничему или оставались беспечными. А однако же глубокого и смиренного раскаяния в них не будет. В Ааде же нет раскаяния, сказано. Раскаяние их будет подобно раскаянию закоснелого убийцы, которого взять на самом преступлении, взят или совершил преступление на глазах других. Этот преступник, положимый, не запирается в своем преступлении, но нисколько же не смягчается своим сердцем и не просит себе прощения. Раскаяние грешников на том свете будет еще подобно раскаянию отчаянного Иуды-предателя. Припоминая вообще свое прошедшее время, грешники обратят внимание на те годы, которые со времени страшного суда провели уже в Ааде. Но приятно вспомнить о тяжелом времени, когда прожито это время и настали дни спокойные. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok